В этом парке я не гуляла, я не знаю, сколько лет, наверное, с молодости, мне так кажется. Вот, это пони. Здесь деточек катают. Ой, девочки, что я вижу? Смотрите, какая красота! И мы с бабушкой тут прогуливались. Ну, можно было купить мороженое. Бабушка, говорит, в молодости еще на танцы сюда ходила. Ой, как здесь классно, девочки. Я так рада, что я все-таки выбралась. А я еще думала, ехать, не ехать. Конечно же, ехать. Вот увидеть театральную площадь с такой высоты, ну, это же супер вообще. Доброе утро, девочки мои. Я слышу птичек. Я смотрю, такая тишина на улице. Вообще ничего не шелохнется, ни одна веточка. И небо чистое, такое голубое. Плюс 9 градусов. Безветренно, совершенно тихо. Машины, конечно, все портят, но куда без них, куда от них деться. Ой, а птички как радуются, как птичкам хорошо. Я люблю вот так вот утром просыпаться, обычно летом, и слушать перелив вот этих птичек, переговариваются. Ой, прекрасное утро, классное утро. Прям не знаю, что делать. Так бы не отходило от окна. Девочки мои, я дождалась, пока солнышко поднимется повыше, температура поднимется повыше. И, в общем, сейчас я вышла из дома. На улице уже плюс 18. Тепло. Но здесь ветер не дует, надеюсь, мне не дует. Делось полегче сегодня. Вот. И хочу сегодня провести... Ну, не день, конечно. Провести время побольше на улице, погулять вместе с вами. И хочу совершить поездочку, надеюсь, у меня все получится. Съездить в город, посмотреть там погулять, что. В тех местах побывать, где я давно не была сама. Ну, и, естественно, не снимала, тоже, разумеется, ничего. В общем, хочу для контента снять что-нибудь свеженькое. И самой хочется уже прогуляться куда-нибудь за пределы. Александровки. А то я тут хожу, так далеко от дома не отходя. И все. Но что-то мне так вот мысль такая пришла. И я думаю ее осуществить. Ну, все, девочки. Снакомые видео. В общем, я иду на остановку. И решилась, еду. Как видите, погода солнечная. Небо абсолютно вообще чистое. Голубое. Ни одного облачка нигде не видно. Солнце греет вовсю. Просто классно. Я смотрю, уже зелень распускается. Кустики, уже листики такие большие. В общем, классно. Девочки, я приехала на театральную площадь и хочу пройтись по парку «Революция». Это наш театр Горького. Ой, классно как. Смотрите, какое высокое колесовое зрение. Но я думаю, мы к нему приблизимся. В общем, решила я, девочки, прогуляться на театральную площадь. Это театр Горького у нас. И вот такая вот у нас прекрасная площадь. Это Стелла. Такой памятник. Ну, а там уже начинается дальше Садовая. А приехала я оттуда, через Нахичеванский ехала. Ну что, пойдемте куда-нибудь. Я на самом деле очень давно здесь не была. Как-то мимо проезжала. Проезжала оттуда сюда мимо. Но вообще вот в этот парк очень-очень давно не приходила. Я даже не скажу, когда последний раз была тут. И вот такая погода прекрасная. Смотрите, какое колесо большое. Я на нем, кстати, ни разу не была. Но мне, честно говоря, даже боязно. Я вижу, оно работает. В этом парке я не гуляла, я не знаю, сколько лет. Наверное, с молодости, мне так кажется. Не, ну да, еще, может быть, дети маленькие были. Но парк немножко по-другому выглядел. Немножко попроще. Сейчас там уже много качель всяких. Вот это колесо поставили. Я опять-таки мимо него проезжала. Но на него не садилась, не каталась. На таком огромном даже не знаю. Ну вот этот наш фонтан. Смотрите, как театр выглядит. Кстати говоря, театр, если смотреть на него сверху, он имеет форму трактора. Это когда я была еще на экскурсии по городу, еще в школьном возрасте. Вот нам рассказывали. Видите, у него такие вот, как будто бы, как будто вот эти вот, как они называются, с одной стороны, с другой. В общем, выглядит он формой трактора. Там где-то музыка играет. Может быть, это в какой-то машине. Вот это Макдональдс тут у нас. Дочка туда иногда любит заглядывать, когда она тут бывает, гуляет. Ну, не только дочка, вообще дети, внуки. Они тут бывают иногда гуляют. И я думаю, что не за горами скоро они сюда еще придут. Хочу подойти поближе к этому колесу, посмотреть. Вот я уже приблизилась к колесу обозрения. Но увидела я тут памятник. Я его раньше не видела. Мне интересно посмотреть, что это за памятник. Тут есть табличка. Святые Петр и Феврония, покровители семьи и брака, прожили совместную жизнь в любви и согласии, умерли в один день. Вот такие вот древние люди. В старорусских одеяниях. Ну вот, сюда подходят, наверное, я так предполагаю, скорее всего, молодожены. Когда свадьба, гуляют, молодожены, скорее всего, сюда подходят. Но сегодня у нас будний день. Было бы суббота, мы бы, наверное, увидели молодожен. Какое-то здесь кафе, холодные напитки, остинские пироги и все такое. Так, здесь у нас есть путеводитель. Так, интересно. Живой уголок. Очень мне посмотреть хочется на живой уголок. Пойдемте в том направлении. Посмотрим. Блэк Стар бургер какой-то. Вот, смотрите, как все зелено, как все красиво. А вот это что это такое? А, вот здесь, наверное, молодожены вешают замочки. Вот, видите? Такая вот, как тележка. И замочки разноцветные висят. Вообще красиво. Я помню здесь, когда последний раз была, по-моему, в 90-х, здесь были аттракционы. И я помню тогда понаставили много новых каких-то аттракционов, которых раньше я не видела. Но на некоторых каталась. Здесь, кстати говоря, я как-то прокатилась на американских горках. Мне так страшно было. Ой-ой-ой. Ой, пони. Смотрите, какая лапочка. Пойдемте посмотрим. Поближе. Вот, это пони. Здесь деточек катают. Вот малыша сейчас сажают. А он еще пока боится. Ой, какой маленький, хорошенький. Посмотрим. Да, у меня тоже боялся его внучек. Хотя, может быть, Денька уже бы не боялся. Этот мальчик поменьше боится. Я смотрю, цена на сиденье 200 рублей. Ну, пойдемте дальше. Что у нас там? Тут тоже какой-то вкуснолюбов написано кафе. Там внутри люди, я смотрю, кушают. Ну, раньше, как-то еще в те времена, в 90-е, вот здесь вот стояли качели. Потом поставили здесь всякие палатки. Тут продают всякие, может быть, сувениры, может быть, закусочки какие-то. Посмотрели еще на пони. И дальше уже туда подвинули все эти качели, все эти мероприятия. Ну, там качели разные есть, детские. О, надо туда пройти. Парк стал больше, чем он был раньше, чем был раньше в те времена, которые я помню. Поэтому, да, несмотря на то, что сейчас будний день, несмотря на то, что время такое еще рабочее, ну, видимо, многие люди не работают. Пойти углубиться туда, подальше, что ли, посмотреть, что там, что там. Посмотрим. Да, прекрасное место для прогулки. Смотрите, цветочечки. Цветочечки. Люблю же я цветочки поснимать. Видите, какие красивенькие. Такая вот кубочка. Но они, наверное, скорее всего, искусственные. Вот такой вот. Можно напитки. Какие-то там батончики, может, что-то купить. Ага, вот играют здесь в настольные игры. Лабиринт. Ну, это для деток. Заходят туда и ходят по лабиринту. Вот здесь вот огороженная площадочка, я смотрю, для детей, видимо, маленьких. Чтобы они не убежали. Всё это в загородочке. Ну, вот мамочки сидят и отдыхают. Да, хорошо, кто рядом живёт. Сюда можно приходить гулять всё время. Ой, девочки, что я вижу. Смотрите, какая красота. Павлины, павлины. Видите павлинчиков? Беленькие и цветные есть. Пойду сейчас я с той стороны подойду. А вот тут, видимо, воду наливают. И здесь, видимо, водоплавающие птицы, я так подозреваю. Видите, какие-то домики для них. Может быть, уточки или что-то. Ну, вот уже готовят. Скоро водичку нальют. И будет здесь живность плавать. Вот они, павлинчики. Сидят, отдыхают. Ой, вон он один ходит на ногах. Видно вам? Отдыхает, да? Вот он, вот он. Красавчик идёт. Смотрите, какой. Смотрите, какой красивый. Красивый, рассветкий, смотрите, какой. Ой, чуть-чуть отойду, чтобы не пугать его. Какая красота. Что-то у него на клювике интересно. Это специально сделано. Смотрите, какой красавчик. Ой, какое оперение у него блестит. На солнышке пёрышки такие красивые. Видишь, какой красивый хвост у него? Ой, какой красивый. Но говорят, что они сейчас в это время весной они не распушают хвостики свои. Ну-ка распусти, красавчик. Покажи. Ну, хотя бы так посмотреть. И то хорошо, да? Сюда, на эту сторону. Какая красота. Какое красивое оперение. Смотрите, какие расцветки. Вы знаете, я так близко, по-моему, ни разу не видела павлина. Не припомню. Может быть, в детстве когда-нибудь. Ну что, пойдёмте дальше. Посмотрим, что ещё у нас есть. Может быть, тут ещё какая-нибудь живность. Там вот качели детские. Видите, детки смотрят. А деткам так интересно. Ну, взрослым тоже, само собой, интересно. А вот ещё павлинчики, я смотрю, вон вышли. Вышли, видимо, из домика. Белые. Но они поменьше. Поднялись. Ходят. Да, на красоту можно смотреть вечно. Вот там, видите, с длинным хвостом. Белого. Классно. Классно, да? Девочки, смотрите. Я пришла к розовым фламинго. Какая красота. Они тут кушают. У них в бассейне ещё не налетало, да? Ну, видимо, ещё рано. Поэтому они немножечко с грязными пёрышками. Я смотрю, там ещё гуси какие-то. Гуси. Утки. Необычные. Вот они между собой. Смотрите, как общаются. Ругаются, наверное. А вот там лебеди красивые такие. Пойдёмте посмотрим. Смотрите, какие лебеди красивые. Белые и чёрные. Вот они, какие красавчики. Вот там вот у них бассейн, видите? Но пока без воды. Вот так вот люди с детками гуляют. Ну, а что, в зоопарк, чтобы не ехать, вот можно сюда приехать. И, пожалуйста, Натя вам посмотреть. Можно птичек. А вот это журавль называется журавль венциносный. Смотрите. У него на голове вот такой красивый хохолок. Как венец. Интересно, поближе удастся мне посмотреть. Вот он, какой красавчик. Журавль венциносный. Симпатичный такой. А фламинго, оказывается, такие крикливые особи. Я прям не могу. Так, я смотрю, там ещё одна клеточка есть. Ещё. Что тут? Ещё один журавль. А его держат отдельно. Может быть, они такие, что их отдельно нужно держать. Вот такой вот красавчик. О, я увидела здесь вот ту качелю, которая меня тогда так напугала. Ну, вот это вот, по-моему, называется американские горки. Я смотрю, там одна наверху. Вон она, тележка есть. Там сидит кто-то. Да, там кто-то сидит. Вот тогда. Ну, тогда много людей на ней каталось. Я помню, что когда был резкий такой спуск вниз, вот он начинается. О-о-о-о! Я аж глаза зажмурила. Больше повторить я такой трюк не хочу. Смелые девочки там были. Аж само сердце замирает. Страшная качеля. А тут я смотрю тоже какие-то животные. Написано в выгул животных по графику. Во! Индюшка. Индюк. Я вижу. Видите? Индюка. За стеклом. Ну, а тут внизу никого нету сейчас. И вот тут в клетке тоже кто-то есть. В домике сидит. В будочке. Птички какие-то. А что за птички? Птички какие-то невелички. Но на них не написано, кто они, как их зовут. В общем, здесь такой домик. Видимо, сюда, может быть, где-то приводят. Живой уголок называется. Может быть, это такой зоопарк. Трогательный. Да, точно. Трогательный зоопарк. Тактильный зоопарк. Понятно. Но я туда не пойду. Это для малышей. Там дальше еще какой-то памятник имеется. Дальше еще какие-то качели. Ну, пойдемте дальше. Вообще, в этом парке еще моя бабушка даже гуляла. И я с ней гуляла, когда я была еще ребенком маленьким. Там цветочки. Вот. Конечно, тут не было никаких качель. Ну, может быть, там совсем чуть-чуть. Это, ну, представьте себе, мое детство. Это конец 60-х, 70-е годы. Это я еще даже в школу, наверное, не ходила. И здесь, в общем-то, как роща была просто. Просто как роща была. И мы с бабушкой тут прогуливались. Ну, можно было купить мороженое. Бабушка, говорит, в молодости еще на танцы сюда ходила. Потому что вообще театральная площадь находится у нас между центром Ростова и Нахичеванью. И бабушка у меня в Нахичеване жила. И, в общем-то, сюда от дома ее пройти минут 10, может быть, пешком. Так что, как говорится, этот парк, парк революции, он был такой для Нахичевани самым ближайшим парком. Ну, еще где-то гуляли на площади Карла Маркса. Раньше площадь, это, видимо, по-другому называлось. Не знаю как, но там стояла Екатерина II. Памятник вместо Карлу Марксу. Это было еще очень-очень давно. Смотрите, какой цветочек. Видите, тюльпаны уже какие высокие. Скоро они как пора спустятся. И будут тут цветы. Много-много красивых будет цветов. Так, ну что, пойдемте дальше. Дальше я вижу, там спортом занимаются. Велоспортом и не только велоспортом, еще чем-то другим. Что еще тут интересного? Какие-то качели. Пойдемте посмотрим. Вот здесь мне нравится. Так тишина, такая тишина. Люди сидят на лавочке, отдыхают, дышат воздухом. Вот здесь много, видите, всяких. И зоопарк, пожалуйста, для деток. Все, можно приходить сюда с детишками гулять. Погода отличная, приотличная. И многое из этого всего я вообще-то не видела. Честно вам признаюсь, мне стыдно. Но никогда не поздно начать. Так, ну я смотрю в той части. Там по большей части спортом занимаются взрослые. Может быть не только взрослые. Ну и также отдыхают с детьми. Вот такие вот аллейки, дорожки, огороженные. Здесь, видимо, катаются. Может быть и на велосипедах, и не только. Может быть какой-то автодром есть. Такие, видите, бортики металлические. Вот такие вот дорожки. Похоже на то, что здесь катаются на каких-то машинках небольших. Ну пока их сейчас нет. Ветер дует. Надеюсь, вы меня слышите. Хотелось бы, чтобы вы меня слышали. Так, что-то там еще. Какие-то звуки слышу. Ага, я вижу какие-то машинки. Сейчас посмотрим. Вот такие паровозики маленькие для детей. Вот я вижу, слышу звуки машинки, видите. Ну там маленькие детки. Вот рулят на машинках. Ну на этой площадке. Почему бы нет? Вообще, конечно, здорово. Столько людей гуляет. Молодежь в основном. Хотя и пожилые люди, вижу, есть. С детками. А вот такой вот паровозик, смотрите. Ох, какой. Тоже сюда собирают деток. И поехали кататься. Так, вот музыка лишняя. Она, конечно, мне не нужна. Так, что там дальше? Отошла я чуть-чуть подальше от этой громкой музыки. Вот здесь тихо. И птички, слышите? Ой, какая прелесть. Чудесно просто. Вот такие вот голуби. Даже здесь такие крупные, здоровые. А вот там вот какая-то площадка. О, ну это я вам покажу. Да, на обратном пути пойдем там. Вот что меня заинтересовало на данный момент. Это вот этот купол. Что это за купол? Интересно, что там в этом куполе. Я думаю, мы дойдем до него. Вот там лавочки. Что-то можно выступать, походу. Дойдем до купола. Посмотрим, что это такое. Мне любопытно. Мне хочется знать. Ну и потом обратно пойду другой тропинкой. Посмотрим еще, что там есть интересного. В общем, в любом месте можно гулять. Вот, смотрите. Тоже для деток лавочки. И деткам можно там в песочке поиграться. В общем, сюда можно приходить, отдыхать. Хоть старому, хоть молодому, хоть деткам, кому угодно. Кофе. Домик такой, на нем написано кофе. Там, наверное, столики еще выставляют летом. Так, а что же это такое? Написано. Планетарию. Планетарий. Но он, походу, закрыт. Посмотрим, что это такое. Театр звезд. Планетарий. Открыт с 11 до 21 ежедневно. Понятно. Ну, я туда не пойду. Я не планировала туда идти сейчас. Это деткам скорее интереснее, чем мне. Ну, мы с вами отправимся сейчас уже в другое место. Вот, кстати, я смотрю, по аллейке идут люди. И там, видимо, есть ворота или калитка, которые выходят уже в сторону Нахичевани. Все, я иду в обратном направлении. И решила пойти по аллеечке по этой. Смотрите, какие тут кипарисики. Тут вообще тихо отдыхают мамочки с детками. Птички летают, птички чирикают подальше от людей. Я сама люблю в таких вот местах отдыхать. Ой, как здесь классно, девочки. Я так рада, что я все-таки выбралась. А я еще думала, ехать, не ехать. Конечно же, ехать. Вот тут какие-то настроенные такие вот штуки для активного отдыха. Для взрослых и для детей. Такие вот дорожки, по которым ходят. Вот я вижу там мужчина с ребенком. Вот они идут. Посмотрим. Учатся ходить. Видите? Ну, это прям скалолазы. Смотрите. Да, это, наверное, скорее всего для скалолаза. Смотрите наверху, какие штуки. И прямо мне бы страшно было. А и вот там еще вот эта вот штука, на которой поднимаются альпинисты. Ну, вот, видите, спортом заниматься здесь можно прекрасно. Мини-комбайн. Мини-комбайн «Рассельмаш» называется. Такой вот маленький. Видите? «Переверни свой мир». Интересно. Это как будто бы дом стоит вверх ногами. Точно ноги вверху. Мне кажется, там внутри все тоже перевернуто. Наоборот. Кафе «Уют» называется. Тут проводят банкеты. Вот, можно даже тут заказать банкетик. Интересно, что это дом такой перевернутый. Посмотреть поближе. Я мимо него прошла, но я не обратила на него внимания. Я смотрела в другую сторону. Очень хочу посмотреть, что там. О, поехала. Поехал паровозик. Вот так вот он и едет. Потихонечку. А, там один ребенок. Видите, один ребенок есть, уже он поехал. Ну, пока один, потому что мало. Мало пока еще здесь людей. Выходные будет больше. В общем, я спросила этот дом. Сказали, здесь там внутри все перевернуто. Но, честно говоря, я боюсь за свой вестибулярный. Боюсь, что у меня там голова закружится, если там все перевернуто. И я решила туда не идти. Не пойду. Ой, как классно. Вы знаете, я оделась сегодня даже прямо, даже, можно сказать, тепло. Потому что ветерочек легкий, очень теплый. Я даже расстегнулась. И прямо жалко людей, которые в куртках, в пальто. Ну, все нараспашку уже расстегнулись. Так, что тут такое? Сувениры, смотрите, деревянные изделия. Ой, какие симпатичные какие. Ну, вот, можно тут любой сувенирчик прикупить. Смотрите, какие. И деткам тоже, может, кому-то на подарочек. И машинки есть. Вот, если ребенок захочет какую-то машинку, можно ему купить. Вот такие вот разные весы. И там кружечки всякие, кружки. Тарелочки на стенку декоративные, матрешки. И вот Ростов-на-Дону магнитики на холодильник. Сувенирчики классные, симпатичные. Вот они, машинки для деток. Там вон еще какие-то есть машинки, что это такое, не знаю. Кукуруза воздушная в ларьке, в палатке продается. Вот, ну, вот эта вот музыка, конечно, здесь кричит ни к чему. Так, захотелось мне узнать, где тут находится туалет. И посмотреть, где он тут находится. О, вот он, 20 рублей. Я думаю, здесь есть еще прокат. И, скорее всего, на прокате берут велосипеды. И еще там машинки всякие разные. Вот, ну что, пойдемте дальше. Посмотрим, что еще хорошего, интересного есть. В туалет я зашла, не стала снимать. В общем, не супер-пуперский, конечно, но зато чистый. Главное, чистый. Ну, может быть, потому что немного людей еще здесь. Так, что тут предлагают? Хочется пить. Я вот тут остановилась. Такой вот, как зеленый уголочек, типа... О, даже кормушки вот есть такие. И тут птички, воробушки. Ну, они там прячутся где-то в деревьях. Вот такой вот камень, такие красивые. Лавочки, тут можно посидеть. Ну, сейчас на солнышке тут жарко. А когда солнышко спрячется, я думаю, здесь классно. И птички. Ну, еще вот эту музыку бы убрали. Там непонятная музыка играет. И зачем она тут нужна, эта музыка? Без нее было бы, наверное, намного лучше. Ну что, идемте дальше. А вот там дальше какой-то кубик-рубик. Ну, я туда внутрь заходить не буду. Это тоже что-то детское такое. Так, ну, меня интересует все-таки колесо обозрения. Кстати, вот это тоже туалет, видимо. Я смотрю. Возле кафе вкуснолюбов. Это так, чтобы знать, кому... Если кто-то сюда надумает прийти. Вызывает огромное любопытство у меня это колесо. Не дает оно мне покоя. Хочу поближе прям подойти и с этим делом ознакомиться. Раз уж я тут. В общем, девочки, вы не поверите, но я решилась на это. 200 рублей стоит билет. Решила все-таки прокатиться на этом колесе. Поехали. В общем, девочки, я тут села. Смотрите, такая кабинка очень уютная. Тут есть столик. Два вот таких вот кресла. Вот я тут сижу. Ой, все, мы поднимаемся. Девочки, честно говоря, я даже не думала, что я на это решусь. Ну, я что-то сегодня, видите, какая решительная. Я вышла из дома и, в общем, решилась. Ну, не знаю, пока мне не страшно. Может быть, на самом верху будет страшно. Ну, ничего, я ради вас, видите, вот решила подняться вверх. И хочу сверху посмотреть вообще вокруг, по кругу. Чего моя вот эта кабина шатается? Зачем она шатается? Лучше бы она не шатала. Было бы лучше. Так, может, они все шатаются? Может быть, так и надо? Я не знаю. Ну, давайте будем смотреть по сторонам. Чего на меня-то смотреть, да? А, моя кабина, наверное, шатается, потому что я с одного кресла на другое пересела, потому что там солнечная сторона, а здесь вот более теневая. И вот прекрасно посмотреть на это дело. Все сверху на парк. Смотрите, как классно. Какое огромное, видите, колесо. Да, конечно, построили же такую махину. Надо же вообще. Ой, классно, классно. Интересно просто. Просто интересно и очень сильно, очень, очень любопытно. Сейчас пока еще не сильно поднялись, но уже видно, вот стояла там. Видите, сверху на театр посмотреть. Посмотреть сверху вниз. Тоже интересно, да? Это у нас там что, Макдональдс? О, смотрите, открывается какая картина на театральную площадь. Это же прямо красота. И открывается. Вот мы уже поднялись выше деревьев. И открывается на город пейзаж. Но это мы еще не на самом верху. О, это мы еще даже до середины не поднялись. Вот это да. Вот это да. Становится жарко. Смотрите, что. Смотрите, что. Вот увидеть театральную площадь с такой высоты. Но это же супер вообще. Интересно сверху посмотреть на театр. Будет видно, что он похож? На трактор. Вот такая театральная площадь у нас красивая. Невероятно. А дальше, видите, уже Дон видно. А за Доном у нас, видите, там поля. Там дальше Батайск. Во, какая красота. Крыши домов видны. Дорога направо. Во, видно парк. Карусели видно все. Классно. Там дальше дома. Сколько домов много. Город, как на ладони, девчата. Вот это я вам красоту показываю. И еще раз мы взглянем сверху на театральную площадь. О, Дон еще лучше стало видно. Дон стало видно. Дома. Я смотрю на колесо и еще до верху даже не поднялись. Представляете? Вот это да. Да еще и не на самом верху. Смотрите. Показываю вам по кругу обзор. Наша Стелла. Вот так выглядит фонтан, в котором пока что еще нет воды. Но все впереди. Летом будет. Смотрите, дом. Арену видно на той стороне, на левом берегу дома. Вот тут вот Дон разветвляется. И начинается Зеленый остров. А Зеленый остров там тоже отдыхают. В общем-то Дон у нас огибает, можно сказать, Зеленый остров. Девочки, я почти на самом верху. Вот до верха осталось совсем чуть-чуть. И в общем-то... Ну, как вам сказать... Ну, не так сильно страшно, может быть, потому что здесь кабинка вся закрыта со всех сторон. Ну, конечно, красота посмотреть вот так вот везде я не могу. Вот это я сделала. Вот это я сделала шаг. Вот это шаг. Геройский поступок, прям, можно сказать. Посмотрим на город сверху. Вот такие вот дома. Сколько домов. Вот такая картина с правой стороны от меня. Видите, как я высоко нахожусь. Вот так. Люди маленькие там внизу. Дальше Красноармейская. И там вдали большие дома. Не знаю, Северный или это Северный дальше, наверное, находится, скорее всего. Ну, конечно, здорово посмотреть на парк сверху можно. Ну, вот. Теперь я уже, можно сказать, на самом верху побывала. И сейчас уже я начинаю спуск вниз. Ну, давайте еще раз посмотрим на дом. Видно, как солнышко отливается от водички. Не знаю, насколько вам видно там. Ну, в общем. Я слышу, как дует ветерок. Его слышно. И пошатывает кабинку. Но я уже спускаюсь вниз. И, в общем-то, надеюсь, спущусь благополучно. Вот у нас внизу улица Садовая. А с левой стороны от Садовая там частный сектор. Ну, там уже перемешку дома. Раньше был только частный сектор. Но очень много там старых таких домов, старых построек. А вот здесь, где у нас Стелла находится, ниже Стеллы, я помню, еще даже в молодости говорили, что вниз будут делать спуск к Дону. Ну, пока что до этого не дошло. И когда это дойдет, неизвестно. Так. Посмотрим на крышу театра. Театр драмы имени Горького. Давно я тоже в театре не была. Мне стыдно в этом признаться. Но не любить ехать по театрам. Да и по кинотеатрам тоже. Я что-то стала очень-очень-очень домашним человеком. О, теперь у меня зато открылся пейзаж с этой стороны. О, как хорошо смотрится. Я вижу парк с этой стороны тоже. Сверху видно все. Ну, вот это у нас уже обзор идет на Нахичевань. Вот так она стала выглядеть теперь. Современная Нахичевань. Раньше здесь был только частный сектор. Больших домов было просто единицы. Скажем так, довоенное, послевоенное время. Это я имею в виду молодость моей бабушки. А сейчас много уже высоких построек. Старые дома, можно сказать, отбитшали. Отбитшали на них, на их месте. Все-таки это, ну, почти что центр Нахичевань. Поэтому строят уже дома большие. Мою кабинку потряхивает. И немножечко, немножечко это как-то жутковато. Вот так выглядит театр сверху. Ну что, мои хорошие. Я могу вам сказать, что моя вылазка сегодня была не напрасной. Я не зря сегодня все-таки вышла из дома. Я великолепно прогулялась по парку. И мне, кстати говоря, не так далеко и ехать-то от дома. На самом деле сюда, ну, минут, не знаю, минут, может быть, 15-20 на автобусе. Может быть, 20-25. Ну, где-то так. В общем, недолго в любом случае. Потому что я за Нахичеванью живу не так-то далеко. И сегодня классно. Все-таки, знаете, я уже сказала сама себе, хватит сидеть у телевизора и смотреть этот телевизор. Он меня расстраивает, честно говоря. Я взяла прям просто, выключила его, собрала себя и вытащила из дома. При том, что такая прекрасная, классная погода. Я получила шикарное удовольствие. Вот. Но немножко подустала, потому что мне долго гулять я не могу. Я быстро от всего этого устаю. И, кстати говоря, очень жарко. Вот у меня такая кофточка тоненькая и кофточка сверху. Я даже уже подрастегнулась, но мне жарко. Так что я прогулялась по парку. Обошла все, что тут могла. Показала все, что могла. И, в общем, я на завершение решила уже, как говорится, оставить на десерт это колесо обозрения. Ой, как здорово, девочки, как здорово. Ну и сейчас уже буду отправляться домой. И пора мне уже пообедать и отдохнуть. Ну вот, я спускаюсь вниз уже. Уже не так страшно. И уже качает поменьше. И, в общем-то, я, собственно, вот там вышла на остановки. Прошлась. Обошла весь парк. И сейчас я той же дорогой, наверное, и направлюсь в обратном направлении на остановку. А вот там еще какие-то палатки. Там, я смотрю, сувенирчики для деток продают. Шарики там можно пострелять. В общем, много всего здесь интересного, девчата. И кафешки есть такие разные всякие классные. В общем, здесь можно прекрасно провести время. Вот так вот выглядит парк. И, кстати, здесь еще один туалет. Но, я так понимаю, что это для деток туалет. А за вот этим белым зданием там туалет для взрослых. Вон, на самокате, как девочки катаются. Классно. Все. Я уже на свободе. Решила показать вам со стороны еще раз вот эту махину. Огромнейшую, огромнейшую. Вот эту здоровую штуку. Огромное колесо. Я даже не знаю, какая высота. Надо было, наверное, спросить. Ну, да ладно. Весь город сверху увидели, как на ладони. Ой, мне нравится. Зеленое покрытие. Наконец-то, девочки, какая радость, что закончилась зима. Что весна уже тоже стала уже теплой, прямо сказать. Уже, по крайней мере, травка зеленая. Люди гуляют. Теплые вещи, можно сказать, мы сняли. Надеюсь, уже не придется особо их одевать. Ну, может быть, чуть-чуть немножко похолодает. Маленько. Вот, например, завтра должен там дождик пойти легкий, обещают, и легкое похолодание. Но это уже ненадолго, и это уже временно. Все, пойдем пройдемся. Я специально пошла этой дорогой. Хочу посмотреть еще поближе на Стеллу. Потом уже на остановку пойду. Хочу сфоткаться на фоне колеса, но не знаю. Так, ну что. Я знаю, что где-то тут у нас можно было на светофоре перейти вот эту площадь. Это у нас проспект Театральный. Там Садовая. Да, точно, там есть где перейти дорогу. Хочу на ту сторону площади перейти. Вот такая вот Садовая. Что-то она стала немножко голенькая. Мне кажется, тут были большие деревья по правую сторону. И их, наверное, не стало. Улица, кажется, немножечко голой стала выглядеть. Так, ну что, зеленый. Ждем зеленый свет, светофора. Идем, идем. О, Театральная площадь. Вот тут у нас проходят парады. На 1 мая там. Раньше здесь парад был, демонстрация. Это, не знаю, на 9 мая тоже происходит здесь красота. Вот туда хочу пройти, ближе к Стелле. И посмотреть, что там сейчас интересного есть. Ну вот, я и пришла к Стелле. Я смотрю, тут у нас написано 1943 год. И вот в честь чего построили Стеллу. Я так понимаю, это в честь воинов, которые сражались за родину. 1943 год. Почему? Потому что немцы были, фашисты были в Ростове. В 43-м году. Вот это у нас управление ЖД. Вот такая вот площадь. Вот смотрите, как театр выглядит с этой стороны. И как с этой стороны выглядит колесо. Вот такая вот у нас площадь театральная. у нас по-простому, можно сказать. Вот у нас тыла. Я сильно близко к ней идти не буду. Но покажу сейчас. Там есть ступенечки вниз. Близко я давно уже. Подходила очень давно близко. И вот я не помню. Вот там внизу, где там рабочий, там, наверное, фонтан или что-то такое. Ну не фонтан, но как типа бассейна, водичка, мне кажется. Очень сильно дует ветер, поэтому я ухожу отсюда. Все, я направляюсь на остановку. И домой, домой, домой. Девочки, мне кажется, я наснимала уже довольно длинное видео. Поэтому я хочу с вами попрощаться. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok